В зале Самарского академического театра оперы и балета снова заиграла музыка. Четыре месяца здесь не было репетиций и вот они возобновились. Артисты готовятся к юбилейному 90-му театральному сезону, который стартует в сентябре. Долгие и неожиданные каникулы из-за пандемии, говорят артисты, на предстоящих выступлениях никак не отразятся. Когда я увидел глаза своих артистов, я понял, что у нас все получится. Они соскучились по работе, они были настроены очень положительно, а это самое главное в нашей работе. Я думаю, что у нас все получится. Нам предстоит, конечно, много работать. Елене Сураевой к перерывам не привыкать. Вспоминает свой декретный отпуск, который затянулся на шесть лет. Однако и тогда, и сейчас, после самоизоляции, признается артистка, в работу вливаешься сразу же. Впрочем, петь девушка не переставала и дома, собирала концерты во дворе. Когда ты выходишь обратно сюда, как будто бы ты не уходил, как будто это твой дом просто. Ну, то есть, ничего и не было. У меня очень тоненькие стены. И соседи как бы все очень плотно. Но они понимали, они уже потом привыкли. И даже ждали этого. Виктория Никитина и Светлин Стоянов в паре выступать уже привыкли. На этот раз приходится еще больше проводить время вместе. Репетиции в балете увеличили. Артисты занимаются по три часа, утром и вечером. Готовятся показать три психодноактных балетов. Эта задача не из простых, потому как нужно сыграть разнохарактерные роли и выполнить сложные пластические элементы. По ощущениям немножко страшно, конечно, было не сильно после такого большого перерыва. По словам постановщика будущих премьер, артисты пришли на репетиции в достойной форме. Я думаю, что они успеют войти в прекрасную форму. Уже сейчас видно, что у многих уже пошел очень хороший прогресс. Именно и в технике, и в актерском исполнении. Поэтому будем ждать премьеру. Перед юбилейным сезоном в театре начали искать и новые таланты. Набор в балетную труппу уже состоялся. До 10 августа можно подать заявку на прослушивание в хор. Оно состоится в конце лета. Мария Левина, Максим Гусев, События.